В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого часа. Новое назначение в столице. Юсуп Умавов стал исполняющим обязанности главы города Махачкала. Доблести и бескорыстие. О том, как мужественный поступок молодых людей во время пожара в Каспийске спас несколько жизней, смотрите через несколько минут. Мемуары жизни. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошла презентация книги дагестанского композитора Каримулы Абдулаева. Эстафета, прыжковые двоебори и перетягивание каната. В Махачкале прошли Кавказские игры на призы Олимпийского чемпиона по боксу Гайдербека Гайдербекова. Юсуп Умавов стал исполняющим обязанности главы города Махачкала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной администрации. Бывший же градоначальник Резван Газимагамидов сложил свои полномочия по собственному желанию и вернулся на прежнее место работы вице-премьером Дагестана. Изначальное исполнение обязанности мэра города было возложено на первого замглавы Наримана Тимуркаева. Однако позже пост занял депутат Народного собрания республики Юсуп Умавов. И к другим темам. На прошедшей неделе несколько уроженцев Каспийска совершили настоящий подвиг. Самоотверженные действия молодых людей во время пожара помогли спасти сразу несколько жизней. Подробности в сюжете Карима Гамаева. Обгорелые стены, запах гари и копоть аж до девятого этажа. Именно здесь, на Акулинчево-16, ту самую злополучную ночь с 8 на 9 мая, Ахмед Гайдар Алиев с друзьями спасали жизни своим соседям. Оказаться одной в ловушке в собственной квартире, охваченной паникой и страхом, Найти выход из ситуации мешал проникающий через двери густой дым. Эту ночь Динара Гульметова навряд ли когда-нибудь забудет. Дым в подъезде, невозможно было выйти, я не смогла выйти, зашла обратно, Быстро как-то постучалась в окно, увидела этих ребят здесь, они тоже были, Постучалась в окно, я быстро сняла сетку, они помогли мне выйти с окна, Помогли в полном смысле слова. Потом они поднялись наверх тоже, пытались в буквальном смысле побольше, Ну, как можно больше спасти людей, стучались, пока пожарные не приехали. Первым увидел задымление юный Кубутай, который вместе с братьями Ахмедом и Рамазаном вышли из магазина. Не раздумывая, компания бросилась на помощь. Действовать приходилось быстро и решительно. Решетку выламывали с большим трудом, суматохи забыли про подсобный инструмент. И теперь мы на ту сторону пошли, хотели, может, там можно было вытащить, А он, оказывается, сюда в этот момент подбежал, кто там внутри был. И там дверь тоже открылась, там тоже все откнулось, короче, ну, пожар вышел. И мы на эту сторону вышли, позвали, кто с нами был там, дядя, дядя позвал. И они все сюда залезли, короче, начали вытаскивать, короче, вытаскивали мы ее. Удритель принесли с болгаркой, короче, она тоже потерялась здесь, ночью не было видно. Делали все, что могли и на автомате. Да и каждый так поступил бы, это наш долг, делится Ахмед Гайдар-Алиев. В какую-то квартиру, я даже уже не помню, какая квартира, мы же бегаем, получается, по этажам. И ты там темнота, и ты не догоняешь, что происходит. Хоть глазом, в глаз тыкаю, там дым. Как-то стучусь, стучусь, и как-то, я не знаю, открыл, да, уже. Открываю, дверь открыта, захожу в квартиру, там женщина спит, дети спят. Получается, я женщину пробудил, забежал в комнату, двоих детей в хапку и выбегаю в подъезд. Я думаю, это каждого человека, это долг каждого человека. Это гражданский долг, я так считаю. И любой человек, который, находясь здесь, он каждый заходил туда вовнутрь и вытаскивал людей. Всех подряд. Справившись с решеткой, находящейся с задней стороны дома, они бросились спасать семью, чья квартира находилась напротив той, которая уже полностью охватила пламя. Выбежал, смотрю, ребята вытаскивают людей. Смотрю, на втором этаже люди застряли, выйти не могут, уже и дым с первого этажа на второй пошел, огонь, пламя. Я долго, неразумно запрыгнул на козырек, залез на балкон и оттуда вытаскивал по одному людей. С первого ребенка вытащил, передал Ахмад, там был Рамазан, ребятам передавал, потом мужика и двух девушек вытащил от вас. Подобные поступки наших земляков не единичны. Так, в начале года получил огласку случай со спасением женщины и ребенка Виталием Ивливым, который также отважно забрался на окно третьего этажа. Но есть и те, которые остаются незамеченными. Это характеризует менталитет многих дагестанцев, готовых броситься на помощь в трудной ситуации. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Касписк. Около 600 новобранцев отправятся в армию этой весной из военного комиссариата Махачкалы. В столице республики торжественно проводили очередных призывников. Отметим, что перед отправкой новобранцы прошли все необходимые процедуры медосмотра, а также профотбор. Со словами напутствия, в этот день к ребятам обратился не только главный военный комиссар города, но и родные и близкие. У вас сейчас такое время, между детством, скажем так, и уже взрослым, он дается вам на осмысление ваших дальнейших планов. Не все еще определятся, кто куда пойдет учиться, кто куда пойдет служить, кто куда пойдет на сам работу. Вот используйте, используя сам за себя, вот это тоже. Стройте себе сам план. Ведите себя достойно, чтобы ваши родители не переживали за вас так, чтобы вы вами гордились. Будьте достойными сыновьями своего Дагестана. Покажите, как ведут себя дагестанские ребята достойно, воспитанно. Покажите себя с хорошей стороны, чтобы мы гордились вами. Легкая служба вам, ребята. Удачи вам. Пишите, звоните, не забывайте своих матерей. Это у школы мужества. Не делайте глупые вещи, не лезьте на рожок. Будьте послушливее. То, что командир сказал, это закон для вас. Вот в течение года слово командир, это закон. Вы поняли, исполнение службы пойдет мягко и гладко. Напомним, с 1 апреля на всей территории Российской Федерации начался новый этап призывной кампании, которая продлится до 15 июля. Мемуары жизни. Так называется книга известного дагестанского композитора Каримулы Абдулаева, презентация которой прошла в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. В рукописи автор рассказывает о разных периодах жизни и творчества. Мероприятие посетила и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Музыкальные произведения на его мелодии звучат на всех языках Дагестана. Среди современных народных композиторов Каримул Абдулаев занимает особое место. Он автор более 500 мелодий и 8 симфоний. Огромное количество песен приобретали популярность именно благодаря его мотивам. Сегодня на презентации автобиографической книги Каримулы Абдулаева собрались представители самых разных сфер, от политиков до врачей. Но есть среди них и те, чей успех стал возможен именно благодаря судьбоносной встрече с композитором. Я начал вместе с ним петь на эстраде. Так-то, конечно, я на пандуре пел, пандуре сам, на эстраде я с ним. Только его можно, почти все, почти 90% мелодии его я пою. Каримулы мелодии просто с удовольствием у меня получается петь. Родился Каримул Абдулаев в высокогорном Цумадинском районе в селе Хуштада. Там и прошло его детство и юность. И книги «Мемуары жизни» особое место занимает воспоминания об Ауле. Леонид Радужный признается композитор, несмотря на то, что условия жизни тогда были тяжелые. Поддержать Каримулу в этот важный для него день пришли и земляки. Наши достояния районные, это золотой фонд, не только районный, это золотой фонд всего всей республики. Цумадинский район, он же всегда ассоциируется как спортивный район. У нас есть громадное количество спортсменов, чемпионов мира Олимпийских игр. Но, тем не менее, из тех 150 тысяч цумадинцев есть громадное количество и турских людей. В том числе, Каримул Абдулаев один из этого ряда. Конечно же, все описываемые в книге этапы тесно переплетаются с творчеством, так как музыка в жизни композитора присутствовала всегда. Первую мелодию Каримулан описал уже на втором курсе. К песне на стихе Расулла Гамзатова проходят годы. Это итог моей жизни, можно сказать, начиная с 4-х до сегодняшнего дня, начиная с детства, школьные годы, студенческие годы. После этого работа творческие, обо всем творчестве, обо всем написано там. Ну, я думаю, дагестанцы это будут по душе. Творческие, мы желаем, чтобы они сочинили для людей побольше. Вот мелодию дагестанского стиля. Я надеюсь, у нас будет идти все перед ней, в области музыки. По теме Тканабова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Махачкале ожидается потепление. По данным метеорологов, несколько недель на Дагестан наблюдался очередной холодный фронт. К тому свидетельство осадки в виде дождя, а в некоторых горных районах и в виде снега. При этом в столицу, по словам главного синоптика республики, весеннее тепло придет уже завтра. Температура воздуха прогреется сразу на 5 градусов. Дожди сменятся на ясную и солнечную погоду. В этом году в Дагестане, в мае, получилось сказать словам народу, чуть-чуть холоднее. И буквально завтра же дня ветер перейдет на юго-восточный минус и начнется набирать температуру. То есть повещаться 21-22, в конце месяца до 27-28. То есть махачкалинцы почувствуют, что в Дагестане вернулась настоящая майская погода. То есть будет тепло. Температура морской воды в городе Махачкале уже до 18-19 градусов. И к концу месяца дойдет до 20-21. Махачкал без ветра не может. Или юго-восточный, или западный. Это просто самая орфография, граф местности, рельеф соответствует. То есть позволяет, чтобы был в ветреной погоде. По каменистым тропам науки в гуманитарно-педагогическом колледже прошла студенческая научно-практическая конференция. Она собрала видных ученых и представителей министерств и ведомств республики. В рамках мероприятия эксперты и студенты выступали с докладами, а также представили свои научные и творческие работы. На науке надо работать с ранних этапов, на уровне школы, еще даже с начальной класса. Ему надо показывать, ему нужно помогать самому открывать то, что давно кому-то известно. А потом уже, когда он заканчивает систему медицинского образования, там он уже переходит на другие уровни. И вплоть до того, что мы сегодня каждый день говорим, каждый из вас должен ориентироваться на Нобелевскую премию. Вот сегодняшнее мероприятие, оно подводит итог всего того, что проведено нами в течение этого года. То есть олимпиады, конкурсы, разного рода семинары, научные объединения. Все, что было связано с наукой, мы подводим итог этот день. Поэтому это самый такой праздничный день для студентов гуманитарно-педагогического колледжа. Вот эти образовательные организации, помимо колоссального научного опыта, они несут в себе и потенциал духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Вот я работаю в отделе воспитательной работы как раз в министерстве, и мы часто прибегаем, значит, к возможностям этих образовательных организаций. И вот мы недавно даже в каждую образовательную организацию, среднего профессионального и высшего образования, привлекли к формиферативному специалисту в области теологии. И как раз вот эти люди, они наполнены и наукой, и духовностью, они передают это. И мы полагаемся на эти образовательные организации, используем их потенциал в деле. Эта конференция несет огромную пользу для студентов, потому что она помогает им войти в мир науки, помогает им раскрыть свой потенциал, познакомиться с новыми людьми. Во второй половине дня форума были проведены пленарные заседания. Студенты вместе с преподавателями обсуждали и дискуссировали на различные темы в сфере науки и техники. А отличившихся будущих ученых в конкурсах и олимпиадах, проводимых как в колледже, так и за его пределами, руководство учреждения наградило дипломами. Эстафета, прыжковое двоеборье и перетягивание каната – это не просто состязания, а наши национальные виды спорта. Третий год в Махачкале на стадионе имени Елены Сымбаевой проходят Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова. Кому удалось завоевать общекомандное первое место, узнаем в сюжете наших корреспондентов. В программу вошли восемь видов спорта. Среди них бег на разные дистанции, перенос тяжести, метание гири, прыжки и перетягивание каната. Все эти дисциплины широко доступны любому желающему, поэтому проверить силы могли представители разных видов спорта. Машал, а действительно Дагестан – это кузница чемпионов, и у нас, вы все знаете, любят спорт, здоровый образ жизни. Очень отрадно, что вот эти Кавказские игры, они проходят, как говорится, на кубок моего друга, земляка Гайдарбека. Гайдарбекова как раз на олимпийских играх во Финнах вместе мы с ним выступали. Он тогда чемпионом стал, мне посчастливилось тоже вторым стал. И более, мне кажется, это отрадно мне лично и знаменательно, что он не забывает своего тренера. Это очень важно. Я бы хотел обратиться и к нашей молодежи, чтобы они никогда не забывали, в первую очередь, своих родителей и своих именно наставников. Это такие соревнования, сколько сплачивает ребят, которые из горных наших районов, место, которые, какой дух, какой спортивный, настроенный, придают ребятам в дальнейшем. Тоже могут из этих ребят, спортсмены, высшие достижения тоже могут прийти, поэтому все начинается с таких соревнований. Фестиваль призван сплотить дагестанскую молодежи, а также напомнить подрастающему поколению о славных традициях предков. Об этом на открытии говорили организаторы и почетные гости, в числе которых были представители органов власти, духовенства и титулованные спортсмены. Заметили, в некоторых селах в Дагестане еще этот адад остался. Когда будет день первой борозды, обычно мальчиков, кому исполнилось 14-15 лет, их как бы отдельно показывают им, что они должны делать. И делают разного рода соревнования, что-то вроде того, что мы сегодня делаем. То есть они кидают там камень, скачки, бег и так далее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот этот юноша, до этого дня, который не имел возможности и которого не подпускали к взрослым разговорам, то, что касалось села, то, что касалось изменений в лучшую сторону, то, что происходит в селе, вот с этого дня ему давалась такая возможность. И ему говорили, что он теперь отныне взрослый человек, который несет полную ответственность. Спортивный азарт и воля к победе, кульминация турнира, перетягивание каната. Здесь, как нигде, был важен командный дух. Его лучше других проявили ребята из Левашинского района. Уже второй год подряд они выигрывают золотые медали, переходящий кубок и денежный приз. Месяц тому назад мы районный отбор сделали, и после отбора, вот до сегодняшнего дня готовились. И вот результат. Я был уверен, как приехал, сказал я и в прошлом году, мы были первыми из этом году. Мы этот переходящий кубок должны забрать отсюда. Я хочу поблагодарить всех участников, всех организаторов, кто помог, пришел, поддержать пришел. Всех хочу поблагодарить в первую очередь. Это очень отрадно, что география развивается. И, конечно, это все делается для того, чтобы ребята развивались, они чтобы смотрели на тех спортсменов, которые сюда приходят, поприветствовать наших детей. Это для них будет каким-то стимулом. И, конечно, самым главным для этого, что мы проводим это мероприятие, это, конечно, показать уважение своему тренеру, уважение старшему поколению. Вот именно вот эти игры, объединяющие характер, она тоже. Вот посол, вот именно вот это. Все призеры получили свои комплекты награды, а также удостоились денежных премий и подарков. Ну а победители еще и получили сертификат на бесплатное обучение в Дагестанском гуманитарном институте. Курбан Рагимов, Карин Гамаев, Саид Шагидов, телеканал ННТ, Махачкала. Боксеры Муслим Гаджи Магомедов и Шарабудин Атаев стали чемпионами мира. Соревнования 10 дней проходили в Ташкенте. В финале в весовой категории до 92 кг Гаджи Магомедов одолел представителя Италии Азиса Абиса. А Атаев, весе до 86 кг, был сильнее кубинца, выступавшего за Азербайджан Лорена Альфонса. Оба боксера – воспитанники Махачкалинской спортшколы имени Али Алиева. Напомним, что согласно решению Международной ассоциации бокса, россияне выступали на чемпионате мира в Ташкенте с национальной атрибутикой. Смотрите нас на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...